В Ласномяйской управе прошли очередные инфодни для квартирных товариществ, в ходе которых были рассмотрены несколько актуальных тем. У нас сегодня очередные инфодни для квартирных товариществ, а именно октябрьские инфодни. И сегодняшние октябрьские инфодни у нас посвящены, выступают у нас члены межпартийной комиссии по вопросам квартирных товариществ и также говорим о транспорте в Лас-Наэн. Первая тема, конечно, очень актуальная, так как квартирные товарищества – это часть нашей жизни, это часть наших расходов. И так как вышло очень много публикаций в газете «Столица», как вести себя в тех или иных ситуациях, по просьбам председателей мы тоже пригласили членов межпартийной комиссии ответить на все вопросы, скажем так, наболевшие вопросы, которые, может быть, неправильно были освещены в медиа или, может быть, неправильно люди расстрактовали то, что было сказано. Поэтому у нас сегодня действительно очень живая тема и живая дискуссия. Средства массовой информации, будь то газета, трибуна, портал или что-либо, в общем-то, любая публикация воспринимается русскоязычным человеком как аксиома. Честно сказать, в общем, прямо закон к действию. Правильно ли мы поняли, что в вашем выступлении, Елена Соколовская, на портале от 18 сентября 2013 года, выступление было в 7.00 или в 9.00, вы сообщили, что членом квартирного товарищества, членом квартирного товарищества может отказаться от выплаты кредита, выразив на общем собрании свое особое мнение или в течение нескольких дней после собрания выразить правление и свою точку зрения, и вам известны такие случаи. Так, можно я закончу и я вам дам? Нет, вот вопросы, которые вы можете, вот можно я все-таки до конца, да? Вот из других публикаций газеты «Столица» также давались рекомендации и также, в общем-то, такие, как бы, ну, подводя под какую-то законодательную базу, это вопросы о штрафах за парковку, которые можно не оплачивать. В своей квартире собственник может делать переустройство по собственному желанию, по своему усмотрению. Так, Елена, давайте пока я сейчас вам скажу, вот, например, конкретно, может делать переустройство, личный мой звонок был лично вам, где вы сказали, у ваших родителей сделано переустроено в квартире, все прекрасно, все хорошо. Что переустроено? Смотри, что переустроено. Ничего нельзя переустраивать в квартире, нельзя делать, так, перепланирование, перепланирование. Нельзя делать из большой комнаты кухню, нельзя делать из маленькой комнаты ванну, нельзя делать, понимаете? И мы, в общем, стоим на этом. Правление не вправе требовать у представителя, владельца квартиры, нотариальную доверенность на представление между общими собраниями и так далее. Это просто все, что вот пришло сегодня мне в голову, я все это как бы записала. Может быть, у кого-то еще будут вопросы. В общем, на все это хотелось бы услышать подтверждение законодательной базы. Значит, что я имела в виду? Там речь шла о том, что есть люди, которым не потянуть оплату кредит. Малоимущие, так было сказано. Малоимущие, так было сказано. И что делать, если вы сидите на общем собрании и понимаете, что товарищество хочет взять кредит, а вы не можете платить эти кредиты, у вас пенсии, или вы мать-одиночка, или еще как-то. Или я забуду. Ну, в общем, давайте мы не будем, да. Буду настаивать на том, что вам необходимо выразить свое мнение и занести его в протокол общего собрания. И мне платить потом? Нет, 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 нет. Товарищество, таким людям, ну, например, вот берут кредит на 15 лет, да, и человек, который может мало платить, ему кредит расстояние на 30. То есть пока это время, общее собрание решает. Закон. Закон. Кто его? Какой закон? Кто это решает? Общее собрание? Извините. Значит, труднее буду платить этого человека. Второй темой инфодня стала организация работы общественного транспорта в Лас-Намея, о которой рассказал представитель транспортного департамента. А участники мероприятия высказали свое мнение относительно удобства лас-Намейского общественного транспорта и внесли свои предложения по улучшению его работы. Но есть масса предложений у жителей Лас-Намея, как улучшить, скажем, движение транспорта. Также транспортный департамент нам расскажет, какие планы, что планируется сделать, может быть, какие-то автобусные линии будут изменены в лучшую сторону, будут маршруты улучшены и так далее. По словам старейшей Лас-Намея Ольги Ивановой, постоянный обмен информацией между управой и квартирными товариществами крайне важен, а инфодни представляет хорошую возможность для этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова